На меня поступила жалова, заяву накатали в компетентные органы, в портал электронного правительства Республики Казахстан. Но это мне стало известно в самый последний момент. Приветствую вас, мой уважаемый зритель. После моего крайнего последнего выпуска, который собрал огромное количество негативной реакции. Я это увидел по лайкам и дизлайкам. Впервые на моем канале произошло такое. Я понял, что я, оказывается, на сто процентов прав. Я понял, что youtube пространство заполнено ботами, заполнено всякого рода непонятной облязовщиной. Их оказалось больше, чем честных и предыдущих граждан. Это я сейчас обращаюсь к тебе, мой друг. К тому человеку, который понимает, что происходит в нашей Республике Казахстан. Но сейчас у нас выпуск будет о жалобе, опять же, которая поступила на меня. Начну с самого начала. Недавно, в феврале месяце, если не ошибаюсь, у меня вышел выпуск о стукачах. Сейчас я сказал, что принят закон о 40 процентах, которые может получить любой гражданин Республики Казахстан, если он предоставит видеозапись с нарушениями правил дорожного движения. В частности, как я понимаю, автомобилистами. Оказывается, такой закон еще не принят. Друзья, я прошу прощения, что ввел вас вот в такую вот, то есть ввел вас, недостоверную информацию до вас довел. Прошу прощения, друзья, искренне. Это во-первых. Во-вторых, вот здесь вот вы увидите этот выпуск. Ссылочка на него. Обязательно зайдите, посмотрите, чтобы быть в курсе всех событий. Итак, недавно на мой, на мою официальную страничку инстаграм нашбоец.кз обратился некий гражданин, который представился Еркибаевым Ермеком. Представился он также сотрудником департамента внутренних дел Республики Казахстан, города Алматы, извиняюсь. Да, если не ошибаюсь, города Алматы. И сказал, что на меня поступила жалоба от гражданского патруля Республики Казахстан. Что вы делаете, друзья, когда вам пишут такого рода сообщения? Ну, я думаю тоже, что и я. Я зашел на его страничку, на его аккаунт. Посмотреть, кто же такой Еркибаев Ермек из ДВД Алматы. И вот, пожалуйста, принтскрин его странички. Немного фотографий, но абсолютно непонятно, что это за человек. А есть даже фотография, так скажем, опасная, угрожающая фотография от чувака с пистолетом в руках. Но по этим фотографиям я не понял, кто такой Еркибаев Ермек. Вообще не понял. Много мужчин, несколько женщин. А кто такой Ермек? ХЗ, ХЗ. Я тогда ему сказал, что если вы нашли мой аккаунт интернета, то найдете и мой телефонный номер, он просил мой номер телефона, найдете мой адрес, имя, фамилию и отчество. На этом наш разговор практически весь закончился. Не хочу вам говорить, что было дальше. Итак, сегодня до обеда ко мне позвонил сотрудник полиции, представился участковым, сказал, что поступила жалоба от некого Карташова или Карташева. Разницы нету. Поступила на меня жалоба и попросил, чтобы я назвал адрес своего проживания. Я ему сказал, знаете, господин участковый, раз вы узнали мой номер телефона, узнаете, где я и живу. Через несколько часов он приехал ко мне домой и вот небольшой отрывок видеозаписи нашего с ним общения. Все, внимание на экран. Я не рассмотрел. Я у себя дома нахожусь, я у себя дома. Так, вы говорите, что снимать я вас не могу. Вы уверены, что я не могу вас снимать? Не имею права этого уверены? Уважаемый. Вы мне и говорите, уважаемый, обращайтесь ко мне по имени. Вы же знаете мое имя? Я вас обязан ознакомить с материалом дела. На сайте к нам обратился некий гражданин. Какое? Как его имя? Его фамилия Карташев. Карташев? Да, Карташев. Ага. Вот у нас заявление на сайте. На каком сайте? Портал. Какой? Это электронного правительства. Портал электронного правительства. Что вы выложили в видео в ютубе, якобы ложную информацию о выплате 40% от штрафа, если жители выявили правонарушение и дали сообщение органов внутренних дел. В связи с чем, по заявлению гражданина Карташева, мы проследовали к вам, чтобы выяснить. Вот так вот, друзья. Меня смутило несколько вещей. Я стою у себя дома, на территории своего дома. Милиционер, во-первых. Получается, он не знает законов Республики Казахстан, так как только после того, как я начал настаивать, держа в руках смартфон свой, снимая все, говорю, вы действительно уверены, вы слышали, что я не имею права снимать и не могу потребовать ваши документы. После этого он только начал показывать опять мне свой документ. Я вот не думаю, вполне вероятно, я так допускаю такую мысль, что он бы мне этого ничего не показал, если бы я был бы без телефона в руках. Не снимая, не делая я это у видеозаписи. Он бы наверняка мне этого ничего не показал. Сразу задается вопрос. Когда у вас вообще проходят, господа полицейские аттестации? Когда вы начнете учить своих сотрудников законам? Законам, которые вы как бы так обязаны оберегать, стоять на страже этих законов? Когда? Когда у вас переведутся? Не учи. Когда? Вопрос огромный, большой. Итак, по этому разговору я также понял, что там целых четыре пункта, по которым господин Карташов или Карташев, разницы нет вообще для меня, по крайней мере, в данный момент, требовал от меня какие-то, допустим, что я сделал, чтобы я с меня там, допустим, спросили, что я, оказывается, дал недостоверную информацию. Еще раз говорю, да, я был неправ. Этот закон о 40% все еще рассматривается. Он еще не принят. Я был неправ, друзья. Просил, чтобы надо мной там, допустим, провелась какая-то работа, и чтобы, допустим, я начал просить прощения у этого гражданского активиста, как он назвал, человека, который в аудиосообщении в предыдущем выпуске по этой теме, я надеюсь, вы его посмотрели, понимаете, о чем я говорю. Там идет аудиозапись, где он просит полицейских наказать пенсионера 49-го года рождения. И говорит, почему вы его не наказали? А ему полицейский говорит, слушай, ну мы с ним провели работу, этого для нас показалось достаточно. Из этого я делаю простой вывод. Ну, скорее всего, правонарушение было, ну, незначительным. И полицейские решили, ну, в принципе, достаточно того, что мы с ним поговорим. И пускай едет дальше. Но этот же гражданский активист, он настаивает на своем. Понимаете, он говорит, ну как же, закон же для всех един. И, естественно, там я назвал голос, голос, я подчеркну, с аудиозапись, мразью и стукачу, я назвал голос. Этот Карташов или Карташов просит, чтобы я официально, публично перед ним извинился. Перед гражданским активистом, чей голос на аудиозаписи. Карташов или Карташов, как только ты предоставишь мне фамилию, имя и отчество, а желательно еще и фотографию этого человека, я обязательно сделаю отдельный выпуск и попрошу у него прощения. Я жду. Ты нашел все мои контакты и т.д. и т.п. Ну, напиши мне, дай мне видеозапись. Не видеозапись, а фамилию, имя и отчество. Не думай, вот сейчас обращаюсь к тебе на «ты», хочу на «ты», не хочу с тобой на «вы». Вот так вот, друзья, вот такая вот ситуация сложилась. Ко мне приехали полицейские. Не знаю, как к этому относиться. Еще раз хочу сказать, как я и говорил в прошлом выпуске, вполне вероятно, это аудиозапись, это фейковая, это вот так вот просто так сделали. Но, опять же, еще раз хочу, если это так, то мое мнение вы уже слышали. Я извинюсь перед ним. Карташов или Карташов, я извинюсь перед ним. Просто скажи перед кем мне надо извиниться. Гражданский активист не прокатит. Дай мне имя и фамилию, и я перед ним извинюсь. Либо проси это все через суд. Как я понял, для тебя это дело обычное. Писать заявы, жалобы и т.д. и т.п. Вперед, дядя Вася. Давай, дерзай. Вот так вот, друзья. Жду ваших комментариев по этой теме, прав я или нет. Давайте пообсуждаем. Но без оскорблений. Будут оскорбления, я уже понял, буду просто тупо блокировать. Я понимаю, что облязовских ботов херова гора. Но все равно буду, мне несложно вас блокировать. На этом у нас все, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх. С вами был Сула, всем салам алейкум, пока, ари ведерчи.